всем привет всем привет всем привет вы на канале папа мама мы из простой семьи сегодня видеоролик будет подлиннее не то что прошлым расскажем что у нас произошло чп произошло на нашем подворье что мы купили какие посылки получили что мы посадили и что мы делаем поэтому видеоролик будет длинны ну относительно длинны в общем-то и поэтому налить себе кружку чаю может быть кофе или прохладного компотика так как сейчас жарко уже на улице такая пора хорошая мороженым гордишь а то очень жарко ну короче приятного просмотра пишите свои комментарии что вы думаете по тому или иному поводу и приятного просмотра эти как сколько у нас много коз машине вот это козел это козочки это мы сейчас их повезем обезроживать это не наш это не наш поедем еще одно козье царство сейчас там как приедем обязательно все вам покажем ой дрожит бедная замерзла они такие прикольные о какой пятнистый смотрите идет вообще прям красавица козлик давай двигайся козленок козленка на руки возьмут но сейчас посмотрим там как чё но все на коробочку возьмет вперед поставить ладненько сейчас приедем все покажем расскажем посмотрим там поедем другое козье царство вот тоже приехали на одну ферму такую козью сейчас покажем вам о вон там маленький совсем сколько им чем-то сколько тем козляткам там что совсем маленький вот смотрите сколько тут вот точно козье царство вот смотри вам сколько там там козье царство реально козье царство о выскочил козлятки вот они они безухи ничего себе их тут сколько ой какие прикольные какие уши раиска коз любит а козы меня любят обстреляли ничего сколько их туда рая мы столько заводить не будем ничего там рок такой сверху что интересно какие ушастые нубийские корочки но смотрите в боков павшие она уже старенькая прыгает как нету 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 ну сейчас просим насчет вот козочки загонали их все таки довольны спят лежат о какой козел косматый или это коза все девочки девочки вот в проходе у них едальня а раздельно получается да да не надо мою кофту кушать чё ты да нету нас есть козы вот такие вот ну вот короче мы с соседом приехали в новую ляду рассказовский район до тамбовский района сюда будут у человека прицепы у вас какой фирмы прицепы получается саранский и самарский саранский самарский московский автос московский автос еще что еще бурганский курганский так курганские прицепы трейлер завод в общем короче ассортимент большой да кремень кремень еще только не хватает которых я думал от кремень только не хватает ну как бы до отзывы у всех разные как говорится ну вот мы себе взяли прицеп спутник два с половиной на метр тридцать внутренние размеры почему потому что строительный материал залазить все именно метр тридцать внутри они по наружу поэтому вот как-то так сейчас поедем с соседом приехали и будем дома мастырить к ним фаркоп к нашей малышке сейчас пойдем оформим документчики и поедем домой вот привезли инкубационное яйцо бройлеров это у нас роз роз 308 да наверно 45 рублей яйцо у нас штука стоит сейчас будем закладывать наш инкубатор не сушка вот наши лекарства семена у нас яйца сейчас короче разберемся посмотрим 7 и 8 до 38 ну короче ладно мы сейчас ставим это неудобно одной рукой сеточки только нам надо был инкубатор чтобы с этой стороны был этот поворот а давай давай ну вы разложи сетки разложи сеточки разложим и сейчас мы развернем вот разогрели наш инкубатор сейчас закладываем чертим крестики нолики и закладываем да но это для себя так то инкубатор вроде бы с поворотом на более менее контролировать что там у нас получается вот так вот закладываем яйцо яйцо чешское вроде бы сказали как а там кто знает да вот кстати его ж не обозначение яйца кто разбирается в этом скажите чешское это яйцо или нет вот так вот туда дальше 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 крестики ложим 104 яйца у нас 100 яиц в инкубаторе скупили 100 да если больше вылупится будем продадим значит суточных вот такие вот у нас цепки получились ну будут цепки мы будем надеяться что будут цепки да должны вы цепки чего нас где наша не пропадала ну ладно у нас все через блин комом идет первые кролики комом 1 цепки комом поросятки первые тоже комом маленький совсем были так что еще мы сейчас скоро кфх откроем христианское фермерское хозяйство так что подождите все у нас впереди закрыли на всякий случай поставил дублирующий градусник чик у нас градусник точно вот здесь у нас что я из повторюсь сегодня у нас какое что 10 10 10 апреля посмотрим 31 должны выводить 31 день о 31 я дом буду да я 1 а 31 я в ночь уезжаю стресс 1 на 1 так что может быть еще застану чем-нибудь ладно у нас роза ромашка отдела ведро и скачет ведро вот клоуна ромашка оба на хранить что-то странное о вытащила сама башку молодец короче говоря у нас тут печалька произошла вот но это с это одна из самых подвижных куриц короче вот там мешок лежит там их штук 6 уже на куры вот те от поины не знаю попробовали нам посоветовали одно лекарство пока говорит что ничего не буду потому что начнется критика не критика вот еще пять лежит мы пропоили они почти все сегодня вялые были первую порцию дали вот эти вроде бы оклемались до утром были все нормальные к обеду начали все вялы абсолютно все завяли вот эти оклемались курочки вроде вот они сидят там он снизу тоже вот они они попьют и блюют попьют и блюют не знаю чё за ерунда может быть это пьются не довели либо кто-то либо чем-то траванулись либо чё непонятно вот такого блюда короче говоря куры блюда через рот через зад чем-то траванулись либо нам кто-то им помог ладно сейчас будем загоним их сараево сейчас этих загоним обратно козлят отдельно не знаю что делать и где-то изолировать тех же козлят никуда короче марта марта хорош двери ломать ладно короче будем дальше вот видите он одна курица села и сидит чё с ними делать не знаю чё с ними гор делать не знаю наш петушок конвульсии убьется не знаем что делать вот скорее всего траванули и так вот все вся птица дохнет обидно досадно кто мог травануть так не знаю будем ставить значит камеры ну мы не отчаиваемся у нас вот есть новое поголовье мы взяли еще сказали лигорный якобы лигорный это не знаю может быть на лигорный но наподобие лигорных короче белые курочки взяли новых себя курочек вот она взяли двух новых петушков те наши петушки сдохли вот они видите новые курочки беленькие новые курочки сейчас я покажу вам наш нового петушка молодого вот он молодой петушок и еще не молодой петушок где-то у нас а вон и вот этот вдалеке не знаю как эти петушки себя покажут вот еще также сдохли две уточки точнее они это мы зарезали потом чё у нас ну в общем то вот так вот взяли да мы их зарубили но вот но уточки скорее всего они это одна была начал шататься мы вскрыли желудок у нее в желудке был саморез поэтому она наверно у нас сначала загибаться но это ладно далее у нас все-таки сдохло 7 куриц и два петуха 7 курицы два петуха вот потом эти петухи у нас насколько были хорошие вот людям кому давали на инкубацию яйца все яйца в принципе обладотворенные все хорошо как будут эти петухи работать не знаю ничего не могу сказать вот на данный момент они даже кур боятся а те петухи когда мы их привезли с другого подворья мы их привезли они в тот же день начали топтать чужих прям вот они были лидеры реальными петухи были но к сожалению они это козюля пытается мой палец отгрызть до ромашка ты пытаешься мой палец откусить да больно мне кусаешься ты уже молоко не сосешь я знаю ты кусаешь уже ветка грызешь грызешь ветки вот ну короче вот так вот повторюсь еще 7 куриц и два петуха у нас сдохло сейчас мы взяли еще два петушка и взяли 12 курочек дополнительно своих будет только четыре штучки высидим ну не высидим в инкубаторе выведем дальше сейчас покажем сколько чего мы заложили посмотрите ну давайте будем не будем больше о плохом а дальше будем только хорошим ветрище сильно не знаю звук как будет возможно наверное будем сейчас молча снимать а потом все расскажем по порядку а все равно будет сильно слышно ветер давайте пройдем во двор и там все покажем ветер ты ножницы то взял есть заказали мы саженцы фирме вексат отправили нам по почте по почте россии саженцы находятся в крыму по совету наших подписчиков они уже заказывали там саженцы сажали и нам посоветовали вот решили мы тоже попробовать давай открывай посадим ну интересно тогда я думала там будет огромное ой не здесь он даже уже цвести начинают и видишь цветут ха ха у нас очень чем цветет у нас еще ничем не сидят у них уже все цветет мы тут тоже брали он тоже будут цвести начинал уже третий год ничего не да скорее всего также будет а это на это у нас да 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 вот достань мою эту клубнику ну ты распакуй что там оторвалась бьянка для верона это откуда это оторвалась это персик значит в общем заказали мы персики всей толпой то есть вы не подумайте что это нам все да у нас треснет одно место такого количества саженцев поэтому даже больше но мы самые жадные хотим все таки чтобы у нас что-то треснуло наверное треснет погреба придется еще один рыть так чё там мы упаковано прям вообще да хорошо я прям переживала как там чего дойдет не дойдет таки издалека и шло буквально сколько 45 дней до 5 дней по с крыма 5 дней вообще быстро пришло удивительно прям быстро и что характерно они отправляют наложным платежом то есть получается ты платишь по факту когда приходит это можешь и сразу оплатить я хотел сразу платить это банковский платеж не прошел почему-то не смог вот там на сайте вот зайдите посмотрите викса там чего только нет там там и малины и клубника и смородины и персики еще там кружевник по моему да там чего только нету и вот если вы не знаете как мы что выбрать именно для нашего региона вам перезвонят и все проконсультируют еще скажут но мы заказывали персики для подмосковья то есть заказывали чтобы они были по северней чтобы нам не накрывать канадской селекции тут часть часть наших часть канадцев и заказали еще вот раиса клубничка южная да я долго за ним как сказать гоня искала здесь у нас нету маршанский к сожалению тихо а там на было я даже не помню по какой цене честно сказать уже но она не так дорого как вот у блогеров на ю тубе вот надо сейчас посадить над корневая система ну корневая все живое видно что прям свежая все хорошая влажная ну давай распаковывать ой надо было листочек взять давай ну ладно беги за листочком пока я ходила уже не по раскладывал вот так вот так нам нужен один рэд хэйвэн это свете это малина вот это у нас что у нас идет генерал а это наверное этот то наше это на дерево а где малина вот тоже сейчас сажать это у нас что это подарок подарок что за подарок но подарок не заказывали это дерево какой-то нету это подарок значит нам ну свяжись узнай это малина геракл а это дерево да как привита вот подарок это все-таки похоже подарок а это ежевика наша это ежевика карака блэк гордость россии это малина малина и это наверное байрон голд как он называет алча 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 мы хотели алчу дается алча сия так вот персики у нас вот давай мы сейчас покажем какие персики пришли это штука у нас сорт бенка дэверона отойдет иди мы сейчас покажем что вполне хорошие корешки потом эрли 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 рэдхэйвен вот тоже вполне отличный это у нас турист 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 и поварить тоже вполне и последнее что у нас осталось чего-чего ван гог точно ван гог стерлась вайн голд вайн голд вот такие вот крышки вполне то стихи сейчас надо ямочки накопать отлить в ямку надо прежде чем сажать ведро воды пролить какая бы ни была бы сырая земля потом потихоньку засыпать чуть-чуть еще расправить и затем еще раз чуть-чуть пролить а потом уже сверху землей присыпать не поливая это как смотрели на одном канале а зачем поливать он и втыкали деревья я гур на одном канале смотрели они посадили деревья и потому что им народ пишет что нужно было полить вот хотя бы по ведру воды в лунку а зачем поливать вода же сырая ой вода земля же сырая у меня тоже конечно был шок я каш понимаю что мы тоже не по феншую все делаем ну элементарные правила надо соблюдать игротехники да все это пока так ты малинку наверно хотя давай малину тоже ставь в воду да у нас такой вот есть чан на у нас кому-то давай пока ставь на паузу мы сейчас разложим кому что должны а наше все пока хорошо момент долгожданную долгожданную купчиха смотрим корешки ждала искала где можно доказать что без обманов а то там она не только так смотрели отзывы обманывают тут посмотрим как ну да запечатана буква корневая вообще прекрасно прям сажай дети вышли гулять вообще прям сажаются сейчас короче я дальше не буду распаковывать сейчас будем сажать короче говоря саженцами мы довольны саженцы вроде нормально мы посмотрим как примется в концу лета будет видно но уже опыт имеем по саженцам концу лета видно какие деревья прижились какие-нибудь единственное что у нас не прижилось это один абрикос и одна черешня а еще у мамы она через три дерева из наверное двух десятков что мы посадили где-то да это приберем ну да в абрикосе у нас получается не развился корень это точно в черешню она вроде бы и пошла и в общем там неизвестно чего не загнулась черешно муравьи сожрали да скорее всего а тот я не знаю у мамы тоже там а у мамы наверное скорее всего тля тля задавила не успел обработать тля задавила но у нас не хватает на несколько домов поэтому поэтому вот как-то так сейчас будем сажать а потом после пяти разведемся еще раз повторюсь саженцы все заказывали на сайте вик сад ссылочку оставлю в описании и в комментариях прикреплю поэтому если кому интересно заходите смотрите полностью все отправляют саженцы вполне приемлемые пять дней я считаю за пять дней корневая практически ничего не будет ну да маршанска это вот нам шло через воронеж там считайте смотрите как у вас будет ну в общем то мы довольны пока да и когда мы заказывали да то есть звонишь там так вежливо отвечают в принципе без проблем даже можно заказать звонок они тебе перезванивают ты у них спрашиваешь что как почему какие саженцы куда лучше и что характерно они еще получается высылают наложным платежом повторюсь да и постоянно то есть перед тем как отправить связываются до этого еще связывается подтвердить заказ действительно вы хотите заказываю продолжить у них есть для то что у некоторых звонишь и не поймешь не то что звонишь заказываешь а там не обратной связи ничего заказ принят и сидишь как дурачок ждешь придет не придет будет не будет а тут и обратно связь все хорошо работать поэтому в отношении обслуживания нам этот сайт понравился не забудьте поставить написать комментарий поставить лайк или дизлайк ну там как угодно и написать можно даже какой-нибудь негативный комментарий только без цензуры по два посадим по два персика давай вот хорошо мне кажется поглубже я вот как раз землю чуть-чуть надо кидать в этот бугор лёша привези тележку а вот она тележка не надо вот вот так вот да и тут еще четыре посадим хорошо и будет у нас сад плодоносился не надо солнышко спасибо на здесь насколько всего наших там смотри хочешь есть ли хоть а нет у меня клубника можно вот здесь допустим тоже одно дерево посадить мне кажется персик или хочешь вот еще выше посадить да и все дачу давай я учу туда да 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 и чё пускай будут рядом до плантации во первых на этот год все равно мы только их откопаем все равно мы вокруг все посадим да и на следующий год еще года три-четыре мы точно посажаем давай вот здесь да давай тут люди скажут ума сошли весь огород засадили деревья а мы скажем а нам сад важнее чем деревья ну картошку то она и продается ее можно купить а персики домашние у нас не продаются ну и и давай может повыше тут еще среди клубники с посадим и судно сюда повыше жизнь ну нет еще чего-нибудь этот подарок а у нас алчай и адвилд давай повыше вот а под ней клубника мои козы там орут перевела их на двухразовое питание они уже все на вовсе едят не близко нет нормально ты только клубничку не топти вот а я как раз между ними купчиху сейчас посажу конечно корешки вообще там шикарный сейчас еще покажу их сейчас размачиваю в виде в дря короче говоря вот так вот 73 метра примерно все лежит? да да представляешь будет какая красота алчай, 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 мне нравится алчай у нас на рынке она почему по 100 рублей продают, да, привозят по 120 даже был один год здорово мы решили что покупать когда можно посадить люди живут по 40 лет, у них кроме как смородины ничего нет и клубника вот у соседки вот в том году она посадила только малину и с этой стороны я посадила клубнику соседке и тоже она тот или поза тот год только малину посадила все, одни картошки, огурцы да помидоры ну так жить скучно, зачем такие огороды иметь? и так вот просто они вот живут, да, вдвоем пенсионеры картошки ты столько не съешь, что их сажаешь на 16 сотках детям? у детей свои огороды дети пускай сами садят ладно короче копаем да копаемся вон сажаем покажем там главное корешки там главное корешки и вот сажаем распаковываем клубничку тихо тихо вот какие корешки корневая вообще идеальная да да вот сейчас я подлежу листики там вот так что у нас три сколько? четыре пять пять восемь шесть семь восемь десять десять тринадцать 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 это же больше ну вот по шесть кустиков посади говорит Ка вот здесь не знаю сколько поместится она же разрастается сильная да надо побольше остаться ну сажай вот сейчас я вот эту насажу и все а двенадцать да ну вот эту грядку насаживаем между двумя деревьям получается вот между двумя алчами у нас будет купчиха растет ну мы уже потом еще знаешь десять раз все переменяем там видно будет ну это да деревья то у нас уже останутся так а вот клубника и ягода это все может поменяться да вот это смородина по-любому уберется со временем не ну сейчас пока они кусты стоят а потом со временем обновим новые либо в малину продолжим либо смородину новую сюда посадим размножим а на сирок кусты старые их надо обновлять все равно намного смородины не надо в принципе ну да ну короче ладно дальше пока ямы под абрикосы а по перски да простите любаша у нас тут вот набирает воду под персики я уже вон там посадила малину а вот здесь уже посадила свою купчиху наконец-то я прям не нарадуюсь что ура ура как раз сейчас на этой неделе у нас солнышко сколько у нас двадцать пять тепла ну в смысле уже второй день подряд двадцать пять как минимум двадцать пять один градусник показывает градусник не врет в тенечке он показывает 25 градусов у нас вот ну и в общем а на следующей неделе будет похолодание 15 и дожди так что вот как раз сейчас мы посадим все прольется все сделали все деревья обработали и все принято язвика подвязали пока как попало ну шпалер в этом году не знаю дойдем опять не дойдем мне кажется мы не дойдем с такими планами как у нас все все молодец я даже не хочу какой-нибудь геморрой придумаю ну да есть такое я уж надеюсь мы на следующий год освободимся от геморроя я скажу надейся надейся да Это мы сейчас с соседкой разговариваем. Женя говорит, мы как дурные. Говорит, нет, мы уже тут как тут. Она говорит, да, соглашусь. Все, 10 ямок готово. У нас будет единственное, что видишь, они-то все мотоблоком пашут. И они в самый последний момент, когда уже жарится, да и пашут. А мы не пашем, мы все вручную делаем. У нас все ручной работы. Да. Пошел я, засажем. Давай. Маркер, пожалуйста. У меня полксачь. Маркер есть. А скотик где он там лежит? Наверное. Любаш, иди поищи там скотч белый в дворе. А, ты хочешь написать? А ты думаешь, оно не и поцветит. Я тут не долго маркаться. Так, какие мы куда сажали? Мне без разницы, я откуда знаю. Как первый попавшийся, берем и сажаем. По очереди, по очереди. В смысле, это один же нам, один люби. У мамы четыре, а у нас шесть. А-а-а. А какие у нас два наших фаворита мы тебе заказали? Ну, давай так. Мама, я хочу, я хочу, я хочу, я хочу, я хочу. Хорошо, сейчас будем. Так, фавориты, да, засажали? Да. Так, ну, пойду, я тогда скотч принесу. Перчатки возьму. Прививка должна выступать над землей. Это мы урок усвоили. Помнишь, когда мы первый раз сажали саженцы? По самые уши закопали, как помидоры. Думаю, поглубже, корни, да? Да, да, а оказывается, нет. Нет, она как бы, да, корень. Как говорится, корень должен быть морозостойкий вот этот. Да. А вот это вот уже, ну, короче, не знаю. Ладно, не буду умничать. Короче, правильно сажать, место прививки оставлять над землей. Да. Принесла я и скотч, и маркер. Будешь писать. Или я буду писать. Здорово, да? Так, это мы сейчас вот так вот обложим. Угу. Чтобы была луночка. Чтобы потом можно было поливать, вода не вытекала. Вот. И теперь в течение каждого, в течение двух дней надо по ведру воды сюда выливать. Да. Ну, можно и почаще, если дожди, дождя не будет, то выливать. Вот. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...